Какие задачи могут выполнять подводные роботы? Думаете, только военную разведку, патрулирование или исследование глубин? Не только! Например, в Норвегии подводные роботы отстреливают лазером паразитов, присосавшихся к лососям на фермах. Как тебе такое, Илон Маск? Премиус 6000 – роботизированная суммарина, способная погружаться на глубину более 6000 метров, оснащена датчиками, камерами, мотором и акустической подводной системой позиционирования и навигацией Hi-Pub. Робот может работать сам или под контролем оператора через радиосвязь или Wi-Fi. В 2015 году Ремиус 6000 нашел Галеон с испанскими сокровищами где-то у берегов Колумбии. Точные координаты засекречены. Робот проплыл над поверхностью морского дна и сделал снимки, на которых были обнаружены стволы пушек с фигурками дельфинов, отличительную особенностью Сан-Хосе. До этого Галеон безуспешно искали более 300 лет. Но подводные роботизированные аппараты – это не только миниатюрные субмарины, но и, например, подводные скафандры с экзоскелетом. Экзосьют – 240-килограммовый, двухметровый, полностью автономный костюм из сплава алюминия, в котором можно погружаться на глубину до 305 метров. Мощность рукам и ногам экзоскелета придают 4 движителя, а гибкость – 18 соединений. При этом руки экзосьют заканчиваются не перчатками, а сменными насадками, захватом, резаком, буром и т.д. Главное достоинство экзокостюма – система регенерации кислорода, которая очищает воздух от углекислого газа и пополняет его кислородом, обеспечивая автономность до 50 часов. Но больше всего среди подводных роботов – небольших наблюдателей, которые просто снимают то, что видят, позволяя людям увидеть, что происходит там, куда человеку забраться опасно или просто невозможно. Например, компактные роботы EGLAB, которые способны самостоятельно строить карту местности, выбирать безопасный для себя маршрут и возвращаться на базу. Главная задача таких роботов – наблюдение за морскими обитателями и их жизнью. Исследование морских глубин – это важная задача. Особенно, когда речь идет о морских глубинах других планет. Инженеры из Вашингтонского университета в сотрудничестве с НАСА сейчас занимаются разработкой такого робота для Титана. Это единственный объект в Солнечной системе, где идут дожди, текут реки и есть облака. Правда, вместо воды, моря и океаны здесь заполнены метаном. Чтобы исследовать их, робот должен быть устойчив к внешним факторам, уметь определять препятствия, ложиться на дно, и все это в жидкостях с разной плотностью. А еще в таких условиях робот должен будет снимать с помощью бароскопа. Самого робота пока не существует. Для его разработки ученые сейчас пытаются воссоздать условия Титана у нас на Земле. Запуск же зонда намечен лет так через 20. Но и на Земле для роботов работы хватает. Так, автономные аппараты дальнего плавания Сиглайдер целый год самостоятельно исследовали подводную часть ледяного шельфа в Антарктике. За это время роботы проплыли сотни миль, самостоятельно ориентируясь и выбирая маршруты в плоскостях под ледниками, и собрали массу бесценной информации, которая поможет ученым прогнозировать изменение массы и скорости таяния ледников. А скоро в Норвегии начнутся морские испытания последней версии робота ИЛЮМ под названием ИЛЮ-500. Его задача – это наблюдение и техобслуживание подводных буровых. Гибкий, сегментированный корпус робота проталкивается сквозь толщу воды тяговыми двигателями. Аппарат оборудован прожектором, камерами и сменными датчиками, а также инструментами для манипулятора. Он может работать автономно или управляться оператором. Робот может двигать вперед прямое тело или изгибаться, обходя препятствия. Он умеет формироваться в У-образный манипулятор, который позволяет ему опереться одним концом на неподвижный объект, чтобы выполнять задачи манипулятором на другом конце своего тела. Робо-змея сможет месяцами находиться под водой, проникая внутрь буровых для подзарядки. Есть в системе подводных и гуманоидный робот. Ocean One – робот-аватар со стереоскопическим зрением, датчиками по всему корпусу, функцией обратной тактильной связи и встроенным искусственным интеллектом. Информация с камер и датчиков обрабатывается интеллектуальным алгоритмом, который запускает 8 движителей робота, чтобы удерживать его на месте, несмотря на течение, и обеспечить передвижение в обход препятствий. Робот может двигаться самостоятельно или управляться оператором, реагируя на его движение со скоростью миллисекунды. Но самое главное – робот анализирует сам и точно передает человеку ощущения от предметов. Тяжелые они или легкие, крепкие или хрупкие. Он мог бы прокладывать глубоководные кабели. А в 2016 году бережно поднял со дна Средиземного моря каталонскую вазу с борта флагманского судна Людойко-14 «Ла-Люна», которая затонула в 1664 году и осталась нетронутой. Жаль только, что с 2016 года о роботе ничего не слышно. И у нас тоже активно разрабатывают подводных роботов. Причем не только военных, но и гражданских. Так, недавно в Геленджике испытали телеуправляемый необитаемый подводный аппарат МСС-3000 производства российской компании «Марин Геосервис». Телеуправляемый подводный аппарат предназначен для проведения поисково-спасательных операций, осмотра подводных сооружений, трубопроводов и кабельных линий. Большая грузоподъемность и наличие высокоскоростных интерфейсов позволяют использовать его для геофизических съемок и других научных исследований на глубине до 3000 метров. Еще у нас есть подводный роботизированный комплекс «Галтель». Это автономный необитаемый аппарат, способный сканировать глубины до нескольких сот метров и работать по заранее заданному алгоритму. Под водой робот ориентируется с помощью гидроакустической навигационной системы из маяков-ориентиров, по которым задаются координаты и фиксируется точка отсчета. Робот уже применялся в Сирии, где искал под водой неразорвавшиеся снаряды и подводные диверсионные схроны. Дальность действия аппарата – порядка 100 км. Робот умеет обходить препятствия, может проводить фотосъемку, распознавать объекты на дне, даже в мутной воде, благодаря встроенному гидролокатору бокового обзора. Хотите продолжение? Тогда ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»!